Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мой мужчина, с которым я в отношениях 10 лет, сейчас в трудном состоянии. В течение этих лет у нас были и трудные, и счастливые периоды. Были разрывы отношений на несколько месяцев, потом опять он вернулся, я его ждал. Сейчас у нас такой период, что говорит, что устал. От каждодневных сообщений или звонков, типа как-то, как спал, как на работе. Он работает в другой стране, работа у него такая. Работает в разных странах, он винит меня во всем, манипулирует. Я его люблю, стараюсь сделать все, чтобы ему было хорошо, я даю ему все, поверьте, я даю все, что в моих силах. Когда еду к нему, все у нас хорошо, но мне так кажется, ну мне так кажется, кажется. Он кажется счастливым в эти дни, что делать в этой ситуации. Он далеко, я понимаю, трудно это. И для него тоже думаю. Он сейчас говорит, что у него чувство пустоты, и говорит, что в этом не виноватый я, но потом говорит, что устал от каждодневных тем. Но я никогда не прошу его говорить на такие темы. Просто любимый человек не рядом, хочется знать, как он, как день. И мы всегда, когда он хочет, в настроении, говорим обо всем. Только добавлю, что я всегда с ним ласково. Помогите понять. Я думаю, что здесь есть, с одной стороны, проблематика личных границ между вами, молодым человеком, и вашим мужчиной. Вот, в том смысле, что есть его проблемы, и есть ваши. Есть какое-то его состояние, и есть ваше. Есть его трудности, и есть ваши. И, на мой взгляд, этот момент нужно отделять. То есть, это нужно отделять друг от друга. Это первое. Второе, как мне показалось, вы как будто бы склонны к какому-то чувству вины. То есть, вы склонны к тому, чтобы чувствовать себя виноватой перед, ну, вот, мужчиной, да, за что-то, ну, за что-то там. Вот. Такое у меня возникло ощущение. Я, конечно, не знаю, может быть, я не брал, что мне это только показалось, но выглядит это, по крайней мере, вот так. То есть, есть ощущение, что вы чувствуете себя виноватой перед ним. То есть, есть ощущение, что вы, как бы, отвечаете за его трудности, за его выбор быть там, где он есть. Вот. Поэтому тут такой момент. Итак, что вы пишете? Мой любимый мужчина, с которым я в отношениях 10 лет, сейчас в трудном состоянии. Ну, это другой человек в трудном состоянии. Не вы. Да? Ему плохо. Он как-то справляется с проблемой. Если он не может справиться. Совершенно очевидно, что не может. Почему нужна помощь? Психолога. В том числе. В течение этих лет у нас были и трудные, и счастливые периоды. Были разрывы на несколько месяцев, потом опять он вернулся, я его ждала. Ну, значит, разрывы были из-за чего-то. То есть, какие-то проблемы были. Вот. Далее, он возвращается, вы его ждете. Как бы это довольно пассивная позиция. И хочется спросить вас о том, во-первых, насколько комфортно вы себя чувствуете в этой позиции, в пассивной. А во-вторых, изменился ли конфликт? То есть, ушла ли проблема? Вот. Потому что то, что он вернулся, не означает решение проблемы. Сейчас у нас такой период, что говорит, что устал отказ до дневных сообщений или звонков, типа, как ты, как спал, как на работе. Ну, это действительно, если это каждый день, то это действительно надоедает. Я бы здесь, знаете, что, на что бы обратил внимание? Я бы здесь обратил внимание на то, что между вами, как будто бы, не особо чего общего есть. То есть, есть такое впечатление, что... Ну, знаете, как будто бы, как будто бы не так много вас связывает что-то друг с другом. Вот так я бы сказал. То есть, вы ему пишете, вот, или звоните и говорите об этом, да? Ну, как будто бы, общего, опять же, между вами, нет. То есть, ну, вот, собственно... О чем можно было бы, например, поговорить? Ну, ну, допустим, допустим. То есть, это вот... Такой момент... Ну, вот, ну, вот, вот... На который, конечно... На который, конечно... Хотелось бы... Обратить ваше внимание. Вот. То есть, тут вот... Такой, ну, достаточно важный момент. А если... А если... Между вами... Общая, как раз. И... А если есть, да? То, что это? Что вас объединяет? Что вас связывает? Это со... Ну, друг с другом. Он работает в другой стране. Работа у него такая. Работает в разных странах. Он винит меня во всем. Манипулирует. А в чем именно он вас винит? В чем конкретно? Я его люблю. Как это проявляется? Что вы вкладываете в любовь? Ну, как... Что такое любовь для нас? Стараюсь сделать все, чтобы ему было хорошо. Ну, по сути, это жертва. Вы жертвуете собой. Получается. Как мне видится. Я даю ему все. Поверьте, что даю все, что в моих силах. Вы думаете, что, во-первых, мы сомневаемся в этом, то есть, вы не уверены в себе, вы не уверены в том, что вы, ну, хорошие, что вы достойные, что вы заслуживаете чего-то. Второе, это то, что вы даете ему никак не влияет на решение проблем. Более того, это еще больше убеждает человека, что вы виноваты. Потому что вы сами, как бы, это допускаете. Ну, то, что вы виноваты. Когда я еду к нему, у нас все хорошо, но мне так кажется, он кажется счастливым в эти дни, что делать в этой ситуации. А что делать, чтобы что? Он далеко, я понимаю, трудно это, и для него тоже думаю. В чем трудно конкретно вам? Он сейчас говорит, что у него чувство пустоты, говорит, что я в этом не виноват, но потом говорит, что устал от каждодневных тем. Так, опять же, это вопрос общего между вами. Это вопрос того, чем вы делитесь с ним. Я никогда не прошу его говорить на такие темы. То есть вы хотите сказать, что он говорит. Просто любимый человек не рядом, хочется знать, как он, как день. А вот обратите внимание, вы это делаете для себя или для него? Больше. И мы всегда, когда он хочет в настроении, говорим обо всем. Но никогда хотите вы. У меня сложилось впечатление, что вы как-то вот чересчур много как будто берете на себя в отношениях с ним. Только добавлю, что я всегда с ним ласковал. Так это понятно. А что именно понять? Помочь вам. Ну, мужчина взывает к вашему чувству вины. Получается. Вина – это чувство вины, опять же, получается. Что вы сейчас откликаетесь. Причем достаточно сильно откликаетесь на это. Вот. И что вы хотите изменить? Что вы хотели бы изменить? Ну, в этой ситуации, что бы вы хотели изменить? То есть, какую задачу должен лечить психолог. Вот. Это очень важный момент. Какую задачу вы ставите перед нами. Вот. Хотелось бы это как-то увидеть, хотелось бы это как-то понять. Вот. Поэтому давайте постараемся это обозначить. Если вы хотите, чтобы мужчина перестал так действовать, у вас не получится, он будет делать так, пока вы откликаетесь. Если вы хотите разобраться в себе, то вам нужно сформулировать, что для вас является проблемой, и что вы считаете для себя проблемой. Вот. На мой взгляд это чувство вины, ваша жертвенность, и в целом как будто бы зависимость от человека. Ну и последнее. На расстоянии действительно быть тяжело. И нужны конкретные сроки, когда вы будете вместе. Вот. Если сроков нет, то конфликты, скорее всего, будут и дальше. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего доброго. Обращайтесь. До свидания.